И всем привет, друзья! Меня зовут Лайтер, и добро пожаловать во вселенную Робблокс! Сегодня, друзья, я первый раз буду играть в игру под названием Adopt Me. Я думаю, что многие уже наслышаны об этой игре, мне эту игру посоветовала подписчица, и немножечко мне подсказала, что здесь нужно делать. Как я понял, здесь мы будем выращивать своего питомца, тут его нужно будет кормить, ухаживать за ним, и всё такое. Итак, если открыть мой инвентарь, у меня здесь уже есть какая-то кошечка, которая мне помогла вырастить подписчица. И также она мне дала вот такое вот яичко, и сказала, что это яичко суперкрутое, и из него должно вылупиться что-то просто невероятное. Давайте попробуем его заспавнить, и посмотрим, что же у нас тут будет такое. Так, блин, как эту штуку-то убрать? Что это вылезло? Ой, чуть-чуть, я сел. Так, ну-ка стоять. Смотрите-ка, у нас появилось вот такое вот яичко, я, честно говоря, не знаю, что с ним делать. Давайте, может быть, попробуем его погладить. Так, я взял его на руки. Интересно. Так, дружище, иди-ка немножечко поспи. Давайте положим его в кроватку, и посмотрим, как он на это отреагирует. По-моему, пока что никакой реакции нет. Хм, что же мне нужно с ним делать? Давайте попробуем его взять и вынести, может быть, на улицу? А нет, подождите-ка, может, его нужно под воду пустить? Смотрите-ка, давайте-ка засунем его в душик, и посмотрим, что произойдёт. Вот, ничего не происходит. Интересно. Хорошо, тогда мы можем его снова взять на ручки, и, наверное, вынесем его из жилища. А как мне его вынести? Так, слушай, дружище, так, слезай-ка с ручек, давай-ка. Нам нужно сейчас выйти на улицу. Так, всё, он вышел на улицу. Попробуем его сейчас поставить. Так, как его поставить? Вот, а, его можно даже покормить, ничего себе, но мы пока что не можем его кормить, окей. Разлупить мы его тоже никак не можем? Так, всё, давай-ка, вставай-ка на асфальт. Надо, значит, подумать, что с ним можно сделать. Может быть, его куда-то сводить нужно, потому что он бегает сейчас за мной, кормить я его не могу. А нет, смотрите-ка, кажется, могу. Давайте попробуем дать ему худо. Будет он кушать? Смотрите-ка, это яичко скушало худо. Док, это просто что-то невероятное. Никогда такого раньше не видел, чтобы яички могли что-то кушать. Вообще, я так понял, судя по тому, какая надпись тут написана, оно у нас какое-то зачарованное. О, он просит помыться. Давайте-ка, пойдём-ка его попробуем помыть. Его нужно как-то то ли расколдовать, то ли раскрыть. Короче, надо что-то с ним сделать. Давай, дружище, полезай-ка в душ. Я думаю, тебе это понравится. Сейчас мы приведём его в порядок. Помоем от всяких, знаете, бяк, микробов и прочего-прочего-прочего. И смотрите, он у нас как раз-таки немножечко уже даже, ну, наверное, не подрос, а подготавливается к вылазке. Ладно, друзья, пока он будет подготавливаться, я так понимаю, нам будут давать различные задания для вот этого яичка. Давайте попробуем с ним пока что немножечко погулять. Мой дом находится вот здесь. Вот так вот он называется. И, соответственно, сейчас мы сходим в город. У меня есть 82 доллара, и мы можем их на что-нибудь потратить. Я думаю, мы там найдём, куда можно потратить. А яичка захотела сейчас поиграть на детской площадке. Что ж, давайте это сделаем. Нажмём вот сюда. И нам сейчас покажут, где находится детская площадка для того, чтобы наше яичко могло на этой детской площадке поиграть. Только, знаете, у меня вопрос, а как оно будет играть? То есть, очень непонятно. Так, дружище, давай не отставай. Нам с тобой сегодня ещё нужно много о чём поговорить и много о чём разобраться. Потому что я ещё не до конца понимаю, как тебя раскрыть. Вот. Ты, наверное, лучше знаешь. Смотрите-ка, он пришёл на детскую площадку и начал просто носиться. Ё-моё, как ошпаренный, дружище. Будь поаккуратнее. Здесь всё-таки люди ходят. Так, смотрите, какая-то кошка пришла. А чё это она? Она тоже бегает, как угорелая. Ничего себе. Так, может быть, это яичко хочет попрыгать вот здесь? Давайте попробуем это. Ну-ка, давай-ка за мной. Ого, хорошо-то получается. Неплохо. Яичко умеет прыгать. А умеет ли оно кататься на вот этих вот качелях? Давайте проверим. Посадим яичко на одну сторону. Давай, садись, дружище. Ну, будешь залезать? У тебя какой интересный. Слушайте, он ещё немножко глуповат, но я думаю, что он понял, что нужно делать. Так, а я, наверное, попробую сесть вот сюда. Опа, и как-то меня немножко перевесило. Я придавил своё яичко, бедолажечка. Так, нужно быть поаккуратнее. Господи, что это за какие-то тут непонятные животные? Давай-ка, пойдём отсюда. У нас яичко немножечко ещё. Подготовилась к нашей вылазке. Давайте посмотрим, что вообще есть в этом городе. Я так понимаю, карта здесь просто огромная. Здесь куча чего можно делать, куча чем заниматься. И также здесь можно знакомиться с другими игроками. Только, знаете, у меня вопрос. А могут ли чужие животные взаимодействовать с моим? То есть, знаете, как, например, на улице, если ты гуляешь, например, с собакой, то к твоей собаке может подойти другая собака. Они могут гавкать друг на друга, могут наоборот как-то ластиться. Ну и, в общем-то, как-то между собой взаимодействовать. Так, смотрите-ка, какое-то вонючее животное немножко. Смотрите, от него дурно пахнет. Давайте-ка отойдём от него, потому что, кажется, кто-то не моет своего питомца. Так, он, кажется, заболел. Блин, отлично, у меня моё яичко заболело. Давайте сходим в ветеринарную клинику и попробуем его вылечить. Интересно, что же с ним такое? Потому что, если он уже начинает болеть на вот этом вот самом раннем этапе, это уже не очень хорошо. Так, заходим в медицинскую клинику. Здесь нас встречает какой-то чел, и давайте с ним поговорим. Привет, дружище. Привет, добро пожаловать в хоспиталь. Здесь ты можешь вылечить своих питомцев. Доктор может тебе помочь, он находится справа. Окей, доктор находится вот здесь. Всё, давайте пойдёмте к доктору. Где тут доктор? Дружище, привет, моё яичко заболело, чё мне делать? Рад тебя здесь встретить. Что ты хочешь сделать? Ты хочешь исцелиться? Я говорю, ну да, конечно, хочу. Так, ещё. Ого, ничего себе, так это доктор или колдун? Смотрите-ка, он помахал рукой и вылечил моего питомца. И моё яичко стало, наверное, немножечко счастливее. И это, конечно, очень приятно. А мне тем временем заплатили деньги. Это как-то очень необычно. Вы не думаете? Я привёл своего питомца, и мне заплатили деньги за то, что я его сюда привёл. Ладно, хорошо. Так, давайте выйдем снова на улицу. Потому что я ещё не полностью осмотрел город. Мне интересно, какие тут ещё есть развлечения для моего маленького малыша. Пока ещё не родившегося. И вообще, мне интересно, а можно здесь какой-нибудь сканер купить или что-то такое, чтобы понять, что же вылупится из этого яичка? Потому что пока что, что из него растёт, вообще не ясно. Я надеюсь, вылупится что-то нормальное. Так, ладно, давайте пройдёмте дальше. Смотрите, тут все общаются. Как много тут народу. Знаете, как будто какая-то базарная площадь. Так, вот какой-то домик есть. А что будет, если мы в него зайдём? Давайте посмотрим. Заходим внутрь. И это у нас, судя по всему, что? Это, судя по всему, школа. Слушайте, друзья, в школу мне, конечно, ещё рановато с моим яичком. Он ещё даже не вылупился. И ему бы вообще научиться взаимодействовать с этим миром. А уже потом мы можем ходить в школу. Так, смотрите-ка, здесь у нас есть какой-то кораблик. Давайте тоже попробуем в него зайти и посмотреть, что же здесь внутри. А, похоже на какой-то магазин. Пиратский причём. Смотрите-ка, что здесь продают. Вот это питомцы или что это? А ну-ка. Смотрите-ка, собачку продают. Вау, ничего себе. Не-не-не-не-не. Так, у меня уже есть свой любимый домашний питомец. И я не хочу никого покупать. Так, отстаньте от меня все. Давайте, наверное, отсюда уйдём. Хотя, подождите-ка, смотрите. Какой это бесплатный фриспин. А что это такое? Так, вы хотите... Да, хочу, конечно. Так, и чего? Так, мне выпала какая-то непонятная штучка в виде травы. Трава в виде сердечка. А что с ней делать-то? Я не совсем понял. Может быть, открыть инвентарь. Посмотреть, что у нас тут. Вот, у нас есть значок эко-зелёного вина. Его можно экипировать, а можно не экипировать. То есть, и где он? Он у меня в руке просто будет торчать? Серьёзно? Или можно его как-то одеть? А, я типа должен его надеть на питомца. Но пока что, из-за того, что это яичко, его нельзя одевать. Ладно, я понял. Давайте попробуем покормить нашего маленького малыша. Держи, мой хороший, кушай сэндвич. Поправляйся, улучшай своё здоровье и больше никогда не болей. Всё, яичко покушала. Давайте пойдём на улицу и попробуем найти немного еды. Потому что та еда, которая у меня была в инвентаре, я её полностью съел. То есть, у меня, по-моему, больше ничего нет. Вот, можно отправиться на какую-то ферму. Давайте попробуем это сделать. Блин, я же его только что кормил, и моё яичко уже проголодалось. Блин, ладно. Так, что у нас тут есть? Какой-то коктейль. Будешь коктейль или нет? Ну-ка, давайте-ка купим. Это у нас шоколадное молоко за 2 доллара. Дружище, на-ка. Попробуй попить шоколадного молока. Ну-ка, давай-ка из бутылочки. Правильно. Интересно это на самом деле выглядит. Так, ну, вроде бы он попил, но не поел. Давайте купим ему ещё один какой-нибудь хот-дог. И попробуем ему это скормить. Так, ну-ка, в сторону. Да, блин, да что такое-то? Ты будешь кушать или нет? Ну-ка, давай-ка, бери-ка это к себе. И давай как-нибудь это съешь. Я думаю, что он сейчас наестся и будет счастлив. Он ещё и спать захотел. Ты, мой хорошенький. Так, хорошо. Тогда давайте вернёмся обратно домой. И положим его спать. Заметьте, друзья, наше яичко практически вылупилось. И это, конечно, не может не радовать. Я думаю, что ещё несколько действий. Он немножечко научится жить в этом мире. И уже после всего этого у нас появится какой-то первый питомец. И это, конечно, будет просто замечательно. Тем более, скорее всего, я догадываюсь, что это будет какая-то морская зверушка. Судя по тому, как называется это яйцо. А яйцо называется Ocean Egg. Что переводится как океаническое яйцо. То есть, возможно, у нас появится какой-то, может быть, не знаю, подводный житель. Блин, честно, не могу сказать. Но, надеюсь, это будет не какой-нибудь Спанч Боб или Патрик. Надеюсь, что-нибудь нормальное. Но, в любом случае, даже если вылупится какой-то уродец, я его всё равно буду любить. Потому что это мой зверёныш, мой питомец. И как я его могу вообще бросить? Ни в коем случае. Так, давайте-ка бежим сейчас домой. Смотрите-ка, принцесска тут какая-то красивая, нарядная стоит. А можно с ней поговорить? Нет, она, видимо, АФК. Ладно. Так, давайте-ка. Яичко, не теряйся. Давайте, наверное, лучше его возьму всё-таки на ручки. Потому что чуть что тут, знаете, ночь опасная. И моё яичко может потеряться. А так, если я держу его в руках, с ним точно ничего не произойдёт. Так, смотрим, что у нас тут такое. Дом. Всё, заходим в него. И сейчас будем укладывать спать нашего малыша. Вот здесь вот у меня кроватка. Давай-ка поспи немного. И, друзья, как я понял, здесь, помимо всего прочего, можно как-то модернизировать свой дом. Вот, например, здесь есть вот такой вот диван. Можно его как-то передвинуть? Ну-ка, давайте посмотрим. Магазин, журнал, внешность. Блин, а я, честно... А, вот, вот, всё, нашёл. Смотрите-ка, реально можно, кажется, передвигать. Ничего себе. А, неплохо. Так, можно разворачивать диван. Чего, серьёзно, что ли? Его можно ещё просто вот так перемещать. Вау, интересно, слушайте. Очень необычно выглядит. Я думаю, что когда я устроюсь на работу в этой игре, я, наверное, всё-таки как-нибудь улучшу свой дом. Так, всё, подбираем это яичко. И снова, наверное, сейчас его поведём гулять. Потому что чуть-чуть осталось до момента его вылупления. И лучше всего, если эта скорлупка, которая сейчас на нём, вылупится на улице, а не у меня дома. Потому что, кто его знает, блин, потом убираться ещё нужно будет. А на улице ничего страшного. Так, давайте, наверное, пойдём куда-нибудь вот сюда. Также мы не посмотрели другие магазины и локации, которые там есть. Но после того, как наш питомец выспался, я думаю, что можно смело наведаться в город. Здесь, как я понял, живут также другие жители. Можно посещать их дома. Ну, может быть, попробуем зайти в этот дом? А что там такое? Ну-ка, смотрите-ка. То есть, мы можем смотреть декорации и то, как обустроен дом какого-нибудь игрока. Ладно, не будем, наверное, пока что бегать по чужим домам. О, стоп, можно воспользоваться душем, мне кажется, да? Я думаю, никто не будет против. Смотрите-ка, засовываем наше яичко в душ, в чужой причём. То есть, мы моемся сейчас в чужом душе. Это как бы не очень правильно, но при этом мой питомец чистый. И что это получилось такое? Ну-ка, давайте-ка срочно выбежим на улицу. Посмотрите, у меня вылупился какой-то монстрик. И это, судя по всему, нарвал. Это какое-то морское животное. У него вот такой вот прикольный рог. Оно летает, и это очень необычно выглядит. Вау. Так, а давайте немножечко отойдём и посмотрим, что оно может делать. Очень необычно то, что оно летает. Давайте, наверное, попробуем сесть. Мы можем на него сесть? Серьёзно? Так, а что ещё можно сделать? Можно покормить, можно на нём летать. Вау, ничего себе. Он хочет учиться. Хорошо, давайте сейчас отведём его в школу. Немножечко пускай он получит образование, потому что он только-только вылупился на свет и совсем ещё ничего не знает. А это что такое? Нифига себе, какой-то скейтборд, который летает. Необычно. Взять я его никак не могу. Но да ладно, давайте сейчас срочно отправимся в школу. Немножечко подтянем знания нашего нарвала. И мне интересно, можно ли его переименовывать. То есть сейчас у него имя Нарвал, и при этом у него статус Ньюборн, то есть Новорождённый. То есть это говорит о том, что он только-только вылупился, совсем ещё глупенький, ничего абсолютно не знает и ничего абсолютно не умеет. Так, это, судя по всему, школа. Давайте сюда зайдём. Здесь мы уже один раз были. И смотрите, как быстро летит время. Так, здесь у нас есть какой-то учитель. Ну, давайте попробуем ему что-нибудь сказать. Может быть, он поможет научить нашего нарвала. Да проще простого. Лучшего дрессировщика, чем я, здесь просто не найти. Так, отойди на пару шагов назад, и сейчас ты увидишь магию. Так, дружище, смотри на меня. Так, и что же сейчас будет? Сидеть. Он ему говорит сидеть, но, по-моему, он не сидит, он просто дальше летает. Это была разминка, сейчас точно всё сделаю. Слушайте, какой-то странный немножко учитель. Он, по-моему, не может научить ничему. Хотя, смотрите, мой дельфинчик, как-то, знаете, переворачивается. И, кажется, ему нравится, как с ним играют. Слушайте, ну, это очень необычно выглядит, на самом деле. Очень круто, что такое есть в Роблоксе. Так, и чего? Он уснул, что ли? Ты что, дружище, ты что, уснул? Так, ладно, никогда до этого не встречал настолько настойчивого питомца. Блин, да у меня нормальный питомец. Просто он ещё маленький и, конечно, немножечко глупенький. Так, не толкайтесь. Кто здесь ещё ходит? Не толкайтесь. Так, ну, вроде бы получается. Смотрите, чуть-чуть у него получилось его обучить. О, со мной кто-то поздоровался, написал привет. Давайте тоже напишем, почему бы не поздороваться. Ну, привет. Так, кликни на питомца, чтобы продемонстрировать новые трюки. Давайте посмотрим, что у него тут за новые трюки. Он у нас может сидеть. Вопрос, как это? Ну-ка, давай-ка, дружище, как ты будешь сидеть? По-моему, он просто перевернулся. Ну, если это можно подразумевать, как сидеть, то достаточно неплохо. Так, всё, друзья, давайте-ка уходите отсюда. Моего питомца отдайте, я беру его сейчас на руки. И мы просто отсюда уходим. Уж слишком много здесь народу. Прям совсем какой-то кошмар. Так, давайте попробуем его снова положить на землю. И попробуем дать ему какую-нибудь команду. Мне интересно, реально это он так сидит или нет. Вот здесь есть трик, сидеть. И чего? Ну-ка, смотрите-ка, он просто переворачивается брюшком кверху. И вот так вот мимимишно играется. Блин, круто. Слушайте, какой хороший питомец мне достался. Я думаю, со временем он у нас будет расти, развиваться. И это, конечно же, очень-очень здорово. Что ж, друзья, вот такой вот интересный ролик по Adopt Me у меня сегодня получился. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, у вас очень хорошее настроение. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал и, конечно же, включите колокольчик. Ведь если вы его включите, вы мне очень сильно поможете в продвижении моего YouTube-канала. Ну, а вы тем самым не пропустите выход новых видеороликов. Что ж, а на этом я с вами прощаюсь. Меня звали Лайтер. Всем хорошего настроения и пока.